Всем привет, с вами AppleTM. Сегодня у нас с вами вторник и пришло время показать вам второе видео моих топ-пятерок. Вчера вы могли смотреть на канале видео о моей топ-пятерке музыкальных приложений. Вот отсюда вы можете перейти в то видео, вот отсюда или с описания. Ссылка также будет в описании. В общем, сегодня мы с вами говорим о топ-пятерке моих любимых игр. То есть это 5 игр, в которые я сейчас играю больше всего. Невозможно определить для себя навсегда 5 игр, в которые я играю. Поэтому я расскажу вам о своей пятерке игр, в которые я играю сейчас больше всего в данный момент. Давайте начнем. Вот такие вот у нас с вами сегодня игры. Давайте начнем. На iPad у меня 4 игры. На моем iPod Touch пятого поколения будет последняя игра. И давайте начнем с первой игры на iPad. Это Angry Birds, куда мы без них денемся. Ведь, я думаю, почти каждый человек, покупая по устройству или любую другую технику, Одной из первых его игр была Angry Birds или что-то типа этого, там, не знаю, Cat the Rope или еще что-нибудь. У меня это было Angry Birds. И поэтому я играю до сих пор в этих бедных птичек, кошмарю, свиней, как только могу. Извращаюсь тоже как только могу. В общем, давайте запустим. Ну, что о них рассказывать? О них-то и рассказывать не нечего. Это старые добрые птицы. Тут все, как всегда, максимально просто. Вот мой скилл уже прокачан до того, что я попадаю почти с первого раза и прохожу этот уровень с первого раза. Ну, в принципе, уровень-то и несложно мне попался. Но, тем не менее, думаю, это две звезды, мне три. Нет, это три звезды. Angry Birds. В общем, старые добрые птицы, ребята, ничего особенного. Просто это моя первая игра на iOS. И я не могу оставить ее для себя в прошлом. Поэтому Angry Birds первая игра. Идем далее. И далее у меня игра Walking Dead. Это ходящие мертвецы. И знаете, с этой игрой у меня связана не одна поездка в метро, не одна минута на лекции, если вы понимаете, о чем я. В общем, это была, наверное, вторая игра после Angry Birds, которую я скачал в App Store и играл в нее всегда, когда была свободная минута. Если было пять минут, то я вообще пропадал в нее на целые пять минут. Walking Dead. Я был на море, и когда приехал с моря, я обнаружил, что вышел новый эпизод, который рассказывает вообще другую историю, историю других людей. И знаете, почему я в нее не играю? Потому что я жду сентября. Если вы понимаете, о чем я и буду в нее играть, например, на лекциях или в том же метро. Давайте перейдем в Walking Dead. Это самый первый эпизод. Я его прошел и удалил ее, но теперь я ее обратно поставил, и с сентября жду, чтобы скачать новый эпизод. В этой игре мы взаимодействуем с персонажами, то есть в диалогах мы можем отвечать, выбирать ответы и принимать в самой игре решения, которые потом повлияют на игровой процесс. Тут от нас будут зависеть жизни людей, то есть мы будем решать, кого убить, кого оставить и все такое. В общем, мой вот этот черный парень дожился до того, что его укусил зомби в конце, и я ему ампутировал ногу. То есть мой бедняга ходил... А, не ногу, а руку. То есть он укусил в руку зомби, и, короче, ходил он у меня с ампутированной рукой. В общем, вот такой вот оказался бедняга. Ходил он в конце с Клементино, это девочка маленькая, о которой вы узнаете по прохождению этой игры. И, знаете, я бы в конце пожертвовал лучше этой девочке, чем вот этим своим черным парнем. Не знаю почему, но мне его было намного... Вернее, мне за него было обиднее, чем за эту девочку, которая все-таки спаслась. Ведь я играл за вот этого чувачка с самого начала игры. Его везут в тюрьму, но его не довезут в тюрьму. Тут сейчас будет зомбак. В общем, Walking Dead, Ходящие Мертвецы, мы смотрим как фильм, и взаимодействуем с самой игрой, отвечая на диалоги, и влияя на сам игровой процесс. Вот, в общем, и такой весь смысл игры. Не знаю, мне она очень нравится, и вообще жду сентября и другого эпизода Walking Dead. Следующая игра Impassable Road. И, знаете, геймплей в этой игре полностью соответствует ее названию. То есть, Impassable Road это невозможная дорога, и это действительно так. Как мы видим на иконке этой игры, есть такая дорожка, которая синяя с белыми, она узкая. И по этой дорожке катится белый шарик. Наша с вами задача это прокатить этот шарик как можно через больше чекпоинтов. Чем больше чекпоинтов мы наберем, тем, понятное дело, лучше. Сейчас я покажу вам, о чем я говорю. Мой максимум это 87 чекпоинтов, дальше у меня просто не выдерживали нервы. И я чуть ли не швырял свой iPad или iPod, снаряд на чем играл в стену. Нажимаю Gain. Слева-справа у нас есть две кнопки, влево-вправо, соответственно. И вот таким вот образом мы катимся по этой узкой дороге через эти самые чекпоинты. Вот уже 4, 5. Эта дорога виляет как сумасшедшая, как в Эдвэшник совсем недавно. Праздник же был. Так. Ух ты. Проезжая через вот те вот узкие участки дороги, дорога расширяется. И, соответственно, говорят, что шарику типа легче катиться. Но нифига на самом деле. Как только я не расширял эту дорогу, все равно слетал. И мой iPad чуть ли не влетал в стену. Попробую еще раз. Нет. Не побью свои 87. Да и черт с ней. Не особо и хочется. 7. В общем, Impassable Road. Боюсь, я сейчас вообще тут все разнесу, пока расскажу вам о ней. Impassable Road. Четвертая игра это Modern Combat 4 Zero Hour. И, знаете, я играю не в компанию этой игры. Не потому что компания плохая, а просто потому что там есть сетевая игра. И играю я тупо по сети, по инету. В компанию тоже можно иногда поиграть. Она неплохая, интересная. Но сетевая игра меня что-то привлекла. И до сих пор не может никак отпустить. Будем играть в онлайне. Вернемся, когда я уже окажусь на карте. И вот не прошло и двух минут, что достаточно быстро загрузилась карта. Нажимаю принять. И вот я оказался на карте. Так, теперь мне нужно найти гранату. Хотя это, походу, был свой. Но зеленый был мой. Так, вон там кто-то есть красный. В общем, бегаем по карте. Команда на команду. Так, главное, чтобы ключи пахнули никто. Жаль, что я, конечно, гранату выгнал. Так бы сейчас туда шурмал гранату. И такой сам бы такой. Хоп, здорово. Так, там уже начинается. Жесть! Ого! Кто-то залетел аж на ящике. Бывает. Давай ты. Неудобно вообще играть. Да давай ты стреляй по нему. Есть убийство. Вот, в общем, так вот я и лоханулся. Modern Combo 4 я играю тупо по сети и вообще в компанию даже не заходил. Просто играю по сети, потому что, ну, по сети играть интереснее, чем в компании. Всегда интереснее играть с людьми, чем просто с компьютером или с чем-то еще. В общем, Modern Combo 4, Zero Hour, тупо играю по сети. И последняя, пятая игра, это Крокодильчик Swampy Where's My Water на английском. Решил его скинуть на iPad, просто потому, чтобы потом со всех устройств не скидывать видео на компьютер, а только с одного iPod. Крокодильчик Swampy Where's My Water, так он называется по-английски. Кстати, в описании находятся все названия, можете зайти и посмотреть, и найдете эту игру сразу же в App Store. Эта игра была бесплатная, и мне удалось ее, мне повезло скачать ее бесплатно. И эта игра была типа Walking Dead Angry Birds, то есть я как только ее скачал, я сразу в нее играл и прошел буквально за два дня. Немножко заскучал, когда прошел, потому что, ну, игра реально офигенная, и теперь жду новых уровней, когда они выйдут. Давайте перейдем в Swampy, это только первый уровень, она мне пройдена полностью на моем iPod, и не знаю почему, но не синхронизировалась с iPad в плане сохранений. Не знаю почему, потом разберусь. В общем, смысл этой игры в том, что мы, решая всякие головоломки, должны довести вот эту воду, собирая по пути уток к нашему вот этому несчастному крокодилу, сколько он всего бедняга пережил, и кислоту бедняга, и, в общем, тяжелая судьба у этого крокодила. Вот так вот, и прошел уровень. Думаю, все пробовали крокодилестика Swampy на всех своих устройствах, ведь эта игра, как только появилась в App Store, она сразу заняла первые места, и заняла по праву, потому что игра серьезно, ну, очень офигенная и очень крутая. Последний уровень, и закончу говорить. Ну, думаю, это 100-100-100. 100-300-100, ну, 500 очков заработал. В общем, крокодильчик Swampy, Where's My Water, не знаю, наверное, одна из самых лучших игр в App Store Swampy. А на этом все, это была моя любимая топ-пятерка игр в App Store на данный момент, то есть эти пять игр, это то, во что я сейчас играю с особым удовольствием. А на этом все, будем на этом заканчивать, в принципе. Напоминаю, что завтра выйдет обзор игры и приложений для iPhone и Apple Touch iPad под номером 27. 26-й эпизод можете перейти и посмотреть вот здесь вот. Также завтра выйдет новое видео, это мои топ-5, а завтра и узнаете чего. А с вами был AppleTem, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте пальцы вверх, не забывайте о яблочках, всем пока!